30 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления в Актюбинской области. В этих селах проживают больше 11 тысяч человек. Чтобы оценить ситуацию, сотрудники департамента ПЧС совершили авиаоблет территории. Что увидели с высоты птичьего полета, специалист расскажет Наталья Салькова. Во время облета специалисты провели мониторинг трех крупных водохранилищ регионов Каргалинского, Создинского и Актюбинского. В последние несколько лет их наполняемость небольшая, поэтому мощности искусственных дам хватит для приема воды, которая поступит этой весной. Даже несмотря на то, что февраль выдался снежный. В последний месяц зимы осадков выпало в два раза выше нормы. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 50 сантиметров. Сейчас в зоне возможного подтопления находится 30 населенных пунктов. Раньше было на 13 сел больше. За последние четыре года проведена большая работа по берегоукреплению и расчищению поводка опасных рек, возведению водоотводных каналов и временных защитных дамб. В самом областном центре в случае резкого потепления под водой могут оказаться десятки улиц. Этой зимой уже вывезли больше 200 тысяч кубометров снега. Однако во многих районах сугробы выше человеческого роста. На нечищенные дороги и тротуары жалуются и жители ближайших к городу поселков. Чиновники тем временем уверяют, что люди и техника работают в две смены. В городе работает более 100 единиц спецтехники. В первую очередь снег убирают в районах Москва и ГМЗ, которые больше всего подвержены риску затопления. В настоящее время работают 13 бригад. Ближайшие к городу поселки тоже будут охвачены. Из-за непогоды приходится чистить улицы дважды. Поэтому не успеваем. На случай осложнения паводковой ситуации в регионе подготовили 76 пунктов временного размещения для 13 тысяч человек. Запаслись инертными материалами, топливом и подготовили спецтехнику. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Актубе, Хабар 24.